Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про тест Кэмпбелла. Если вы хотите выбрать щенка, идеально подходящего вам по характеру, обратите свое внимание на тест Кэмпбелла. Он применяется в отношении щенков в возрасте 6-8 недель и позволяет оценить способность собаки к послушанию, ее уровень общительности и доверчивости к людям. При проведении теста нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, тест должен проводить человек, с которым щенок не знаком. Во-вторых, тестировать собаку можно только в просторном и тихом помещении, где нет внешних раздражителей. В-третьих, щенок должен пройти все 5 обязательных испытаний, из которых складывается тест. Оцениваются результаты каждого испытания по пятибальной шкале. Давайте подробнее рассмотрим каждый из этапов теста Кэмпбелла. Первое испытание связано с оценкой контактности собаки. На этом этапе необходимо внести щенка в комнату, поставить на пол и отойти от него на несколько метров. Затем нужно наклониться или присесть на корточки и подозвать к себе малыша. В этом испытании оценивается, насколько собака готова контактировать с человеком, который ее зовет. Важно, если щенок сразу побежал за вами, значит вы изначально повели себя неправильно. Например, каким-либо движением пригласили собаку следовать за собой. Второе испытание оценивает независимость характера собаки. На этом этапе нужно поставить щенка на пол и медленно отойти от него на несколько метров. Звать собаку к себе каким-либо способом запрещается. В данном испытании оценивается, насколько охотно собака идет к человеку, который ее зовет. Третье испытание оценивает склонность собаки к послушанию. На этом этапе необходимо аккуратно уложить щенка на пол, животом вниз. Затем осторожно перевернуть его на спину и удерживать в таком положении около 30 секунд, держа руку на груди. В ответ на такое действие животное может протестовать, защищаться или же спокойно подчиниться вам. Реакция собаки в этом испытании показывает ее способность к подчинению. Четвертое испытание оценивает толерантность щенка по отношению к человеку. На этом этапе необходимо несколько раз спокойно погладить собаку, проводя ладонью по ее голове и спине. В этом испытании важна реакция щенка. Реагирует он как-то на поглаживание или нет, уворачивается от ласки или наоборот всем видом показывает, что хочет еще. Пятое испытание оценивает склонность щенка к доминированию. На этом этапе необходимо взять щенка на руки и повернуть мордочкой так, чтобы он смотрел вам прямо в лицо. Держать в таком положении собаку следует около 30 секунд. Важно в этот момент наблюдать за реакцией животного, проявляет ли при таком действии щенок агрессию или наоборот ведет себя мирно, сопротивляется или пытается вас лизнуть. Бывает так, что во всех испытаниях щенок набирает одни и те же оценки, например, пятерки или четверки. А бывает и так, что разные испытания щенок проходит по-разному. Например, за что-то он получает 2 балла, а за что-то 3. Расшифровать правильно результаты теста Кэмпбелла поможет специалист. Он же, глядя на результаты, может заставить индивидуальную программу воспитания собаки. Вы же, исходя из расшифрованных данных, поймете, подходит вам щенок по характеру или нет. О других интересных фактах из мира домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!